Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности. И сегодня я хочу поднять важную тему, я думаю, что вы согласитесь с тем, что она важная, которая звучит «Как перестать быть удобным для всех остальных?» или «Как перестать жертвовать своей жизнью ради жизни остальных людей?» Дело в том, что в нашей жизни у каждого из нас есть миллион различных причин, по которым мы считаем, что мы вынуждены жить теперь так, вот как сложилось. И такие ситуации бывают самые разные. Есть критические, например, когда кто-то в семье нездоров, когда кто-то в семье инвалид. Есть ситуации, когда мы просто родили ребёнка, например, и мы считаем, что теперь мы привязаны к ребёнку, причём очень многие привязаны к своему ребёнку, и когда ему 10, и когда ему 20, и даже больше. То есть вообще, мол, родила, ну всё, теперь я ему служу, как же я его теперь куда-нибудь оставлю. Кто-то привязан к какими-то определёнными узами, например, считая, что вот теперь я, раз вышла замуж, например, я должна теперь быть приличной женой, значит, там, кормить его, не знаю, рубашки гладить и так далее. И вот у каждого из нас можно покопаться и найти какие-то такие в голове понимания того, что всё, теперь моя жизнь вынуждена быть такой. И часто этот вопрос задаётся, вот как мне быть, вот у меня такая ситуация. И, конечно, каждый видит свою ситуацию как критическую. Безусловно, люди, у которых, например, кто-то болен, они видят эту ситуацию, ну, как я могу, да, вот я хочу немножечко покрутить эти ситуации и показать вам первую очевидную или неочевидную, на ваш взгляд, и на мой очевидную вещь, что никто не может сделать нас привязанным к кому-либо или к чему-либо, кроме нас самих. То есть наша жертвенная позиция, когда мы готовы принести себя в жертву во имя чего бы то ни было. Я хочу вам сказать, что нету никого в этой жизни, ни ваших детей, ни ваших родителей, ни ваших вообще никого в этом мире, ради кого вы могли бы приносить себя в жертву на постоянной основе. Безусловно, есть моменты сострадания, понимания, есть моменты заботы и любви, но жертвенность – это тогда, когда я свою жизнь кладу на алтарь из-за кого-то другого. И по сути, первое, эта жертвенность, как правило, никому ничего хорошего не приносит, а второе, как правило, эта жертвенность нравится вам. Вам нравится, потому что жертвенность – это удобная позиция для того, чтобы закрыться от собственного роста, от собственного развития, простите, от решений, за которые вы берете ответственность. Это способ спрятаться. Безусловно, бывают в жизни разные ситуации. И бывает, например, давайте начнем с такой самой проблемной, такой, на первый взгляд, серьезной ситуации. Это когда, например, есть кто-то инвалид, стерто-стерто, не дай бог, больные дети, или еще что-то, но это жизнь, так бывает. Или родители. Первое, что необходимо осознать, это то, что ваше постоянное присутствие рядом и ваша жертвенность никому не помогает. Это только закрывает и помогает вам наказывать самим себя, закрывает ваши возможности развития и помогает вам наказывать самих себя. Вы должны осознать, что что бы в жизни ни произошло, каждый человек получает и проходит свой путь и свою судьбу, как бы это ни звучало. И да, можно говорить, но они же не виноваты, это же там были дети. Если вы начнете копаться во всех вопросах глубже, то вы осознаете, что и каждая душа, которая рождается и является изначально в теле маленького ребенка, это душа, которая в прошлой жизни что-то делала, в позапрошлой что-то делала и так. Поэтому первое, что необходимо осознать, это то, что у каждого есть свой собственный опыт. Но когда рядом с нами кому-то оказывается плохо или кто-то оказывается переживает свой опыт, важно понимать, что это еще и опыт для нас. То есть опыт, который необходимо пережить нам. Я точно могу вам сказать, что это не опыт наказания, потому что мы каждую ситуацию можем развернуть по-своему, абсолютно по-разному. Я, конечно, не буду сейчас вам предлагать какие-то критические развороты, там откажитесь от всех. Нет, конечно же, нет. Ну, лично для меня, как бы, это неприемлемая ситуация. Хотя есть люди, которые поступают и таким образом. Но, опять-таки, понятно, что опыт тоже дальше может быть какой-то интересный, разный. Я предлагаю подумать просто о том, что любая ситуация является разрешимой. И что, скажем так, жертвуя собой, своим временем, своим состоянием, просто ради того, чтобы находиться с кем-то и считать себя в заперти, это явно не тот опыт, который вам необходимо прожить. Явно не тот. Из любой такой ситуации можно извлечь большое количество разных вариантов развития. Но важно помнить, что каждый из нас пришел жить в эту жизнь не сиделкой, а человеком, который каким-то образом через что-то изменяет мир и изменяет себя. Поэтому есть потрясающий пример Ника Буйчича, который ездит по всему миру и ведет лекции. Человеку, у которого нет рук и ног, который ведет семинары, лекции, и, собственно, примером показывает какие-то вещи. Есть родители, которые учреждают различные фонды и занимаются такой деятельностью. Есть те, кто просто продолжают жить нормально, становясь и развиваясь теми, кем им хотелось быть. И, безусловно, имея возможности финансы для того, чтобы оказывать качественный уход своим близким, нанимая для них специально обученных людей, помещая их в специальные учреждения и так далее. И важно понимать, что это вопрос выбора. И обычно, когда вы выбираете позицию «я буду сидеть и страдать рядом», не «я буду счастлив это делать», а «я буду сидеть и страдать рядом», важно понимать, что это не только наказание и самопичевание, но еще и история про страх, проигрыш и желание сдаться. Если после этой ситуации, я думаю, посмотреть на вопрос того, что, например, я родила ребенка, и он теперь требует все мое время, у меня нет времени работать, я думаю, что сейчас она покажется просто сливочной. Да какая фигня, ребенок, ну, в плане контекста, проблема, уровень проблемы. Ребенка можно устроить в садик, можно найти себе работу, где я буду работать вместе с ребенком, заниматься каким-то своим бизнесом. Полно этих примеров. Можно брать няню, которая будет приходить хотя бы иногда. Миллиард вариантов того, что ребенок – это точно не помеха. Единственным препятствием для того, чтобы кого-то взять, всегда является страх действовать, страх развиваться. Естественно, причина у меня нет для этого денег. Нет денег равно причина, мне страшно делать что-то новое. Если вы не боитесь, у вас всегда будут деньги, вы всегда будете зарабатывать и развивать. Поэтому уберите, пожалуйста, от себя эту отмазку, она совершенно не работает. Ну, стоит ли говорить о жертвенной позиции женщины, когда она говорит, что я вышла замуж, и теперь я должна превратиться в поломойку, любить, служить своему мужу. Ухаживать за мужем, любя, и я знаю женщин, которым нравится лично плавить им рубашки и готовить еду – окей, хорошо. Но если вы считаете, что ваша жизнь ушла под откос, и вы должны это делать, то это очередная история, которую лучше всего прорабатывать изначально на рерайтере жизни, а потом дорабатывать с психологом, отстраивание личных границ, понимание того, что вы отдельный человек, понимание того, что у вас есть собственные интересы, у вас есть собственная жизнь, и у вас есть множество всего для того, чтобы развиваться. Вообще, я рекомендую вам начать с прихода на рерайтер жизни, для того, чтобы начать эту работу над собой. Что такое рерайтер жизни? Это программа, где мы в течение месяца, прежде всего, создаем прототип, такой дизайн-проект жизни, которую бы мы хотели жить. Мы вообще честно впервые отвечаем себе на вопрос, а какой бы я хотела иметь свою жизнь во всех аспектах, если бы у меня была такая возможность. И мы на эту тему пишем книгу, самую настоящую книгу, классно, круто, динамично, экспрессивно. В общем, у всех абсолютно это получается. И второе, мы разбираемся с вами, а каким именно образом мы пришли в той жизни, которая у нас есть. А пришли мы к ней с помощью наших мыслей. Потому что наши мысли порождают наши действия, порождают нашу энергию, которая в результате и приводит нас к той реальности, которая у нас с вами образовывается, к той реальности, которая у нас с вами есть. Поэтому хочешь изменить свою жизнь, начни менять свое мышление. Это самый быстрый и на самом деле очень крутой путь изменений. Такой, знаете, путь не про историю похудеть на килограмм, а завтра поправиться на 10. А путь про кардинальное изменение. Поэтому я вам рекомендую, если у вас есть такая потребность, есть какая-то ситуация, которая вам кажется неразрешенной, приходите. Потому что я вам эту ситуацию не то что разрешу, я помогу вам ее увидеть с тех сторон, на которые вы никогда не смотрели. И вы сами осознаете, что все, что есть в вашей жизни, это ваш собственный результат. Результат, результат ваших мыслей, результат ваших действий. И все это можно и нужно менять в ту сторону, в которую вы хотите. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, мне сердечки. Оставляйте комментарии с вопросами, пожеланиями, может быть, какими-то уточнениями. Буду стараться вам отвечать. Всем желаю замечательного дня и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok